Добрый день, уважаемые президиумы, уважаемые коллеги. Разрешите вам представить клинический случай терапии вимурафенибом при местной статической меланомы кожи. Первый клинический случай. Первый клинический случай. Пациент 44 лет. Не слышно? Простите. Первый клинический случай. Пациент 44 лет. С диагнозом меланома кожи левого плеча. Первичное лечение выполнено в 2009 году в виде нерадикального иссечения первичного очага и последующим иссечением послеоперационного рубца левосторонней подмышечной и надключичной лимфоденоктомии. Ровно через три года прогрессирования процесса в виде появления метастаза в правый главный бронх. Должна сказать, что данный вариант метастатического единичного поражения встречается достаточно редко. У нас на базе неонкологии это единичный случай. В мире мной найдено всего лишь три подобных случая. При дальнейшем обследовании выявлена мутация в гене-барав. И с февраля 2012 года в стандартных дозах начата терапия вемурафенибом. Буквально через две недели получен клинический эффект в виде купирования кашля и кровохаркания. Эффект лечения максимальный был достигнут частичный регресс на 48%. И длительность этого эффекта продолжалась 7 месяцев. Видно на слайде показано, что уменьшился очаг единичный на 48%. Обследование первое было проведено через 8 недель от момента лечения. Из нежелательных явлений была кожная токсичность второй степени. Это в виде фолликулярно-папиллярной сыпи и фототоксичности. Лечение было временно прекращено, на короткий срок 2 дня. С последующей редукцией доз по стандартной схеме. И второе осложнение это ортология второй степени. Лекарственное лечение не получал. Таким образом доза вемурафенибы была редуцирована однократно по стандартной схеме. Вот на предыдущих слайдах у Светлана Анатольевны были. Это тот же пациент. Здесь показана фототоксичность. И последующее лечение пациент также в рамках программы расширенного доступа получил по стандартной схеме терапии пилиумабом. Отмечалась стабилизация процесса, эффект лечения стабилизации процесса в течение 7 месяцев. И лечение осложнялось также кожной токсичностью радиозно-популезной сыпи первой степени. Второй клинический случай это пациент 42 лет, который также болеет меланомой кожи поясничной области с 2009 года. В том же году первичное оперативное лечение истечения первичного очага и паховая бедрная лимфоденоктомия. Буквально через год прогрессирование процесса в виде поражения, появления метастаза в мягких тканях паховой области. Повторное было выполнено истечение. И через 3 месяца дальнейшее прогрессирование в виде появления новых мягкотканных очагов паховой области и в тазовых лимфатических узлах, надпочечниках. Получил 4 линии лекарственного лечения, иммунотерапия, химиотерапия в старо-народных дозах, 2 линии. И попытка также была химиотерапией в метрономном режиме, но безуспешно. Пациент постоянно на каждой из линий прогрессировал. При дообследовании выявлена мутация Бараф. В рамках программы расширенного доступа в ноябре 2011 года начата терапия вимурафенибом в стандартных дозах. Буквально через 5 дней достигнут клинический эффект в виде купирования болевого синдрома третьей степени. Должна отметить, что пациент до начала терапии вимурафенибом принимал до 500 мг в сутки травмодола. Буквально на 5 день уже боль была купирована полностью. Эффект лечения был достигнут также частичный регресс. И длительность эффекта 24 месяца, 2 года ровно. До лечения снимочки и через 4 недели. Внутрикожные очаги визуально не определялись. Через 2 месяца контрольное обследование, также прогресс очагов. Из нежелательных явлений на фоне терапии вимурафенибом это кожная токсичность третьей степени подошвенный гиперкератоз. Временно был прекращен прием вимурафениба и снижение дальнейшего возобновления на фоне редуцированной дозы по стандартной схеме. И второй эпизод нежелательных явлений была артерология третьей степени. Тут уже применялась лекарственная терапия. Также временно был прекращен прием. С последующим возобновлением уже второй эпизод редуцирования дозы. Таким образом, лечение проводилось за все время лечения. Дважды выполнялась редукция доз в стандартной схеме. После прогрессирования, через 2 года от начала лечения вимурафенибом продолжено лечение также в рамках программы расширенного доступа. По стандартной схеме достигнут на фоне этого лечения полный регресс, который продолжался в течение 7 месяцев и лечение без осложнений проводило. Это уже прогрессирование процесса. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...